Компания Netflix начала съемки биографического фильма «Майэстро». Герой ленты — американский композитор, пианист, дирижер и популяризатор академической музыки Леонард Бернстайн. Некоторое время назад опубликовали снимки, на которых актер Брэдли Купер запечатлен в гриме культового дирижера. Тут же в соцсетях заговорили, что такой грим — проявление антисемитизма. Купер выглядит совершенно неузнаваемым, особенно в роли состарившегося Бернстайна, пишут поклонники актера. Им вторят поклонники-музыканты, которые не узнают своего кумира в этом экранном образе. И те, и другие грешат на подчеркнуто еврейский нос персонажа. Это накладной грим, крупный, длинный и горбатый нос. Претензии к авторам фильма, к тем, кто отвечает за его художественную часть, сводится к тому, что Брэдли Купер не первый раз играет людей с характерной внешностью. Но никогда ни в «Американском снайпере», ни в «Лакричной пицце», ни даже когда он играл «Человека-слона» на Бродвее, не использовали искусственный нос. Короче, критики сошлись на том, что нос Купера в роли Бернстайна — не что иное, как вылазка антисемитов. Правда, нашлись и те, кто оправдал внешность героя нового фильма. Брэдли Купер, в отличие от своего героя Ари Лейба Бернстайна, сын иммигрантов из Российской империи, неевреи. Актерам часто изменяют внешность для достижения сходства с историческими личностями. И нередко это происходит, когда неевреи получают роли евреев. Дескать, ну перебор, ну бывает. Нет, не просто бывает, а стало традицией. Кипятятся несогласные с образом автора великого мюзикла «Вестсайская история». Они припоминают, что когда нееврейка Кэтрин Хан сыграла роль американского стендап-комика Джоан Риверс, еврейки семьи выходцев из России с лицом тоже очень сильно переборщили. Тогда фильм не сняли до конца, и посмотреть, как авторы преобразили Джоан Риверс, зрителям не удалось. Фильм «Маэстро» компании Netflix о Бернстайне должен выйти уже в будущем году. Фильм «Маэстро» 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 Продолжение следует...